2018 год знаменательный год для сотрудников архивных служб. Исполняется 100 лет со дня создания архивной службы России и Республики Татарстан. 18 апреля Казань ждет высоких гостей на научно-практическую конференцию, посвященную этому юбилею. О ней и других мероприятиях ближайших дней поговорим с Радой Аюповой, председателем Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Ирина Хафизиановна, вот в вашем лице поздравляем всех сотрудников архивных служб с таким замечательным юбилеем. Спасибо огромное! И давайте теперь поговорим, о чем будете говорить с коллегами на этом мероприятии вообще и кого ждете в гости? Действительно, мы когда инициировали проведение этой конференции, мы предполагали, что к нам приедет порядка 100-150 человек. На сегодняшний день у нас число зарегистрированных участников конференции 296. Это представители более чем 50 субъектов Российской Федерации, представители более чем 20 стран мира, начиная с Канады. То есть это уже международная конференция? Это международная конференция, причем в числе гостей. Те представители, которые входят в элиту развития архивного идеологии, развития идеологии, формирования новой идеологии, развития архивного общества, архивного сообщества на ближайшую перспективу. О чем мы будем говорить? Мы будем преимущественно говорить, конечно же, о тех вызовах, которые бросает общество и бросает те изменения, которые происходят у нас в форме построения цифровой экономики, архивному сообществу. А вот чем вызван такой интерес? Вот вы сказали, то есть получается число гостей превышает, можно сказать, в три раза уже. Ожидаем. Значит, да. Смотрите, какая ситуация. Вы знаете, что сегодня большая часть документов, последние 200-300 лет, пришла к нам на традиционном носителе на бумаге. Ну, начиная с 19 века появляется, активно используются уже и фотодокументы, активно используются видеодокументы, начиная с 20 века. Но сегодня полностью меняется носитель. И есть страницы в истории человечества. Например, когда впервые была создана бумага, к которой мы так привыкли в Китае, очень долгое время, когда переводили информацию на бумагу, архивы горели. Почему? Потому что люди, заходя в архив, они пытались читать при факелах, нет, с факелами. И они не учитывали тот факт, что бумага горит быстро. Поэтому есть период, когда информация до нас не дошла в полном объеме. Сегодня мы не должны допустить того, что то, что мы создаем в цифровом формате, чтобы это было утрачено из-за того, что мы не предусмотрим технологии хранения цифровой информации. Ведь если посмотреть все, что происходит в мире, сегодня очень многое поменялось. Поменялось в наших коммуникациях. Мы раньше с вами писали письма. Было дело? Да. Сейчас письма. Помним еще. Письма, эпистолярный жанр, он уходит в прошлое, потому что мы уходим в формат смс-общения, мы с вами активно пользуемся электронкой, но практически не отправляем друг другу письма на бумаги. В лучшем случае, когда мы путешествуем по миру, мы отправляем себе в любимом открытке из разных городов, чтобы получить вот эти вот, отследить всю географию прохождения открытки, этот путь. Поэтому то же самое в дневниках. Раньше мы писали дневники, сегодня это тоже перешло в онлайн-пространство. И вот вопросы, которые будут подниматься, не только с точки зрения, как обеспечить сохранность. Есть еще вопросы конфиденциальности, есть вопросы этики. Вы знаете вот этот вот нашумевший скандал с Facebook, да? То есть мы должны выстраивать систему таким образом, чтобы наши личные данные, наши персональные данные не становились предметом использования против нас. И это вот те темы, которые будут подниматься конференции. Вообще у нас конференция пройдет в формате пленарных, неправильно сказать, в формате обсуждений первый день. А на второй день мы уже заслушаем мировой опыт, опыт наших коллег из субъектов Российской Федерации. Как я уже сказала, более 50 субъектов приезжают. И основные темы первого дня, когда будут работать дискуссионные площадки, как унифицировать форматы создания электронных документов, вообще цифрового контента, как обеспечить безопасность хранения, и как спустя долгие годы подтвердить аутентичность этих документов. Потому что цифра, ну понятно, подпись есть, а вот как сохранить аутентичность и подтверждать аутентичность цифровой информации, это тот вопрос, который сегодня вызывает очень большую полемику в мире. Очень большая работа предстоит, мы предполагаем, желаем вам удачи. Но мы знаем, что еще и будет выставка, да? То есть можно будет изучить историю по подробнее об этом. Выставка, да, выставка у нас планируется, ее открытие накануне, 17 апреля. Место проведения выставки это выставочный центр Маниш, Казанский музей-заповедник Казанский Кремль. И мы, конечно, благодарны нашим партнерам. Вы знаете, вот мы сегодня обсуждали с вами от пергамена к цифре. Да, да, да. У нас первый документ от пергамена к цифре. Потому что пергамент это не пергамент, это специально выделенная телячья кожа, и она использовалась тоже как носитель документа долгие столетия, если не тысячелетия. Так вот, вот в рамках этой выставки мы покажем и самый ранний документ, оригинал наш, самый ранний документ, который хранится в Государственном архиве Республики Татарстан. Это арабская грамматика Сибавайхи. Она как раз на пергамени. Вот датирована она каким веком, спрашиваю? 11 век. Но это список. Оригинал, сам вот этот документ, он вообще датируется 8 веком. То есть раньше книги, учебники, информацию, документы их переписывали. И вот Сибавайхи – это как раз список, датированный 11 веком. Кстати, вот в номере нашего журнала «Эховиков» у нас опубликована статья египетского ученого. Есть такой Доминиканский институт древних рукописей в Каире, который изучает эту рукопись Сибавайхи. Потому что Сибавайхи, то, что хранится у нас, это тоже фрагмент. И вот он сличает нашу копию, наш список точнее, и список миланский. Потому что эти фрагменты разбросаны по всему миру. Но наряду с такими нашими артефактами, мы хотели бы в рамках этой выставки вообще показать, какие виды архивных документов хранятся в наших фондах. Это и документы, связанные с развитием промышленности Республики Татарстан. Это и наши наиболее востребованные метрические книги, ревистские сказки. То есть то, что является источником для генеалогических исследований, для исследований своей семьи. Ну и, конечно же, наши картографические материалы, видеоконтент и фотоматериал. Я думаю, что любой найдет для себя очень интересное. Это очень интересно. Здесь можно говорить бесконечно просто. 11 век. С ума сойти можно. Ну, обязательно посетим выставку. Вы нам дали отличную затравку. Ну и, конечно же, с юбилеем еще раз всех коллег. Спасибо вам огромное.